всем привет прошлой серии нам удалось неплохо неплохо просто даже зашибись я бы так сказал создать свое собственное могучее государство отняв его у гордарики для закрепления успеха нам необходимо завоевать три провинции а именно москва суздаль и переославль-залецкий что мы сейчас собственно и будем делать отправляем наше могучее войско в дверь и уже оттуда будем нападать на москву все-таки столица будущей российской державы надо его захватить как можно так скончались у меня в тюрьме но это не важно да сейчас будет очень напряженная обстановка в стране я как захочу вот эти три собственно территории так посмотрим сколько у меня прибыль прибыль не маленькая ежемесячный доход составляет 688 это с учетом того что у нас есть войско наемников и гвардии вот здесь она собственно собрана причем две армии наемников и войско нашей личной гвардии и тратятся большие ресурсы у нас как говорится план таков захватываем три государства и создаем стабильную обстановку стране причем надо просто очень необходимо вообще избавиться либо вот от этого человечка у него очень много претензий и он нас просто ненавидит вот такая вот дела либо подождать пока он сам сдохнет и да нам надо чтоб наш государь собственно сдох извиняюсь за такие выражения потому что у нас есть у нас есть царевич еремей ему 19 лет него очень хорошие навыки я бы им неплохо по развивал очень плохо что он уже гад женился из нашего ведома и у него очень рано будет дети это не есть хорошо потому что имея языческое государство нам просто необходимо захватить территории где размещаются языческие культы как я уже говорил до этого раньше в одних из серий иначе мы просто не успеем создать государство полностью языческое придется брать либо православие либо католичество ну само собой можно взять православие но хотелось бы немножечко изменить ветку истории как говорится не взять все таки языческие храмы из собственное язычество влить в мир ну что ж сейчас главное главная задача у нас захватить москву удивляем данному персонажу войну и вперед куда нашим наемным войскам у него 200 с лишним человек ну это вот они создают княжества вот и вот для чего собственно нам нужно религия чтобы создать сильную власть стране то есть чтобы наши у вас солны имели меньше прав меньше своевольничества и мы могли полностью управлять этим государством а то сейчас у нас тут разброд и шатания большая огромная территория и я очень сильно сомневаюсь что я могу ее удержать в будущем то есть когда наш сынишка подрастет он это все получит и не факт что он это все удержит нам надо очень много золота так у нас сентябрь надо бы нашего правителя а у нас война идет хотел отправить его на ходу так это у нас что за персонажи в тюрьме сидят два года четыре года давайте-ка по освободим их что ли претензия на отдельное множество диазма есть хорошо но вроде бы к нам неплохо относится поэтому можно выпустить пусть выходит и еще тут есть пару персонажей заключенных четыре года кто такой претензии а это он не на старшем сидит друг мой а вот этих вот мы освободим епископа вот этого а блин епископа ни за что не освободим нефиг нам веру портить все остальные пусть сидят еще бы я хотел конечно для красоты вот это вот кусочек себе забрать даже вместе с мордовой вот так кусочек чтобы полностью территория была наша здесь государство вот это вот меня совсем не устраивает и вот это вот государство меня тут тоже совсем не устраивает эти вот территории и было бы просто супер да карелия конечно же карелия должна тоже была бы войти в наше ну и собственно вот это все остальное блин на все хочу свою лапу как говорится протянуть но не факт что это все удастся так создает фракцию великий княжич ельги брусь замечательно собственно как видите может и не успеем даже повоевать с этими территориями так как тут всякие личности вот уже численности в войске составляет тысячу триста семьдесят три пока она для нас не составляет большой опасности но последствия это будет довольно таки могучая государство войска потому что у нас здесь не все любят вот в чем вопрос этот дядька тем более так как был в прошлом царем всей гордарики так приказал долгожить наш воеводом будем начать нового личные воевода но к нам относятся короткое правление чужая культура лебедные различия набожные давайте-ка посмотрим кто это у нас князь селий эстония так короткое правление чужая культура щедры против жадный очень хорошие у него показатели очень хорошие ну давайте попробуем предложить все 30 нам относится лично а собственно где ты нас правишь в эстонии хорошо отправляем сюда нашего диака вот сюда пусть повышает отношения нам собственные воеводы воевода ты где шаришься так тебе дико ты тренируй мое будущее ополчение желательно остальные товарищи друзья мои хорошие так тоже воевать пока не будешь изучай экономику сынишка мой так ты работаешь и ты собственно изучаешь культуру отлично продолжаем войну денежки денежки капают плюс у нас произошло мародерство небольшое и сейчас она продолжится когда мы возьмем культуру очень приятно собственно не хочу сейчас отпускать свои войска ну а именно гвардию и наемников на штурм во-первых их довольно таки мало во вторых надо сохранить теперь уже пополнить численность отряда наших наемников так как так как мы возможно будем сражаться с собственными вассалами а там уже и другие государства заявят претензии на наши земли что тоже не есть очень хорошо как видите мы собственных владениях можем держать 12 провинции это просто шикарно потому что мне они очень нужны сейчас я заберу себе москву и скорее всего суздаль переславль не получится вот надеюсь вот как плохо у меня дьяк тоже приказал долго жить есть очень хорошо так то у нас тут более грамотные человечея лично есть один такой дико отрабатывать свой хлеб так вот сюда так для начала надо бы глянуть как у нас тут дела с вассалами обстоят так очень хорошо довольно таки много вассалов нам доверяет поехали пониже собственно тут всего лишь трое шаман коневе ильга рюрикович и учва какой-то первым кто такой хрен знает вождь челябов ха-ха-ха челябинск короче вот где не хватает метеорита сейчас на голову этому вождю бы ну да ладно сейчас захватим москву останется захватить город получим себе новую провинцию так денежки вроде все еще капают это приятно и чем больше у нас финансов больше надежды на то что мы выстоим в будущей войне нашего книжки лишь бы он не наплодил много-много пацанчиков сейчас кстати посмотрим временно ли у него жена училась ух ты молодец сильную женишку себе нашел очень хорошо приятно дети могут быть сильные у нас принц гений вы жены сильные стороны тоже очень хорошая вещь ладно пока она так так что ты мне предлагаешь друг мой сердечный мудрый а-та-та-та-та-та-та а принимаем получил я себе мяжество москву теперь в суздаль так кстати май праздник в честь и рила давайте проведем друзья мои пригласим всех а тем временем наши войска пока передвинуться владимиру да и с владимира будем бить суздаль потом уже захватим да 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 вы все косяки переславль-залецкий начнем обсуждение так очень хорошая такая интрига что повышает наш авторитет среди наших вассал но как я уже говорил нам срочно нужны грамотные законы не только закон англосакова было бы он то есть это целитический закон и равный раздел мне вот равный раздел сейчас совсем как видите все получают по пятнашки и престиж благочестия на 100 6000 уже престижа только у одного нашего императора очень полезно для будущей нашей ветки рода то есть нам удалось как это сказать наш род начать самого могучесть могущего могущего сильного правителя то есть он зародил сильную ветку власти то есть сильное родовое древо если так это судить будем надеяться мы выстоим в будущем государстве полностью так наши дочурки тоже бы надо потом их замуж повыдавать так сколько тебе лет уже лет 23 и не замужем давайте ка ей предложим брак вот и я бы хотел выбор то собственно не богат это вообще гомосек ладно сама разберется тогда дочурка наша вот видите наши вассалы тут друг с дружкой дерутся но если они будут захватывать данную территорию мне только будет это плюс только плюс больше налогов короче круто технологии потихонечку развиваются 67 процентов победы 600 человек все дело ну победим куда мы денемся боевой дух падает на 4 и 6 процента медленно но по связи с тем что войск у нас немного сколько я могу поднять своего собственного войска 2 271 хотелось бы но долго наверное так а сколько тут всего город только взять и вот это давайте поднимем быстрее будет захват происходить да что то я с землей то немножко разбросался надо будет централизовать свои силы как я сделал здесь Киев у меня плюс Корсунь и Тереповый мои личные владения сейчас тянем войска приятно герб российской федерации на красном фоне правда почему то но не важно тут у нас до половинки дошло войска войска подтягиваются давайте ка аучу стали тоже сюда шуруйте этих сейчас мы соберем большой могучей кучкой у нас потихонечку войска собирается и я думаю сейчас мы его направим в Суздаль давайте ка собирайтесь друзья мои побыстрее так что у нас тут заговор ух ты сколько ж вас то тут много так это что такое убить персонажа царь то ты что с ума пошла жёнушка то хотя нет пусть убивает пусть убивает пусть убивает пусть работает нам надо чтобы наш стынишка стал королем так сейчас уже почти почти собрали войско направим его сюда так он мёр всё стоп объединяемся и пошли воевать даже наверное не потребуется это войско так как у нас наёмнички уже своё дело сделали можно конечно даже ускорить ну неважно по 7 ух ты я скоро буду очень богат удовлетворю своей амбиции стать богатым так взяли кого то кого то в тюрьму пожалуй мы её отпустим так как мне эта бабушка не нужна сто процентов предложить мир да я забрал себе все придется распускать войско зря собирал зря гонял распускаем я сказал только одно войско вы пойдете сейчас вот сюда я ж могу его захватить как язычник мы не можем как собран отряд ополчения у нас нет никого так промотаем день теперь попробуем где отряд ополчения собр а вот еще у меня кто земля где моя совсем забыл совсем я забыл теперь точно сможем так кто ты а ну ж те кто и топцы нет перебьешься я как бы его себе хочу ну не лично пусть будет просто моим вассалом мнение обо мне вроде ничего такое для войны а друг с дружкой там пусть уж потом сами сажаются триста триста человек не успеет он уйти мы его сейчас побьем очень сильно так как там у нас с фракцией тысяча семьсот тридцать восемь человек довольно таки внушительная сила уже вы не находите я вот нахожу ну я думаю наемники у нас скоро восстановятся это очень будет хорошо тут ира восстание так персонажу ой как нехорошо ну зато рядом вот они где придется придется наверное поднимать поднимать свое войско собирать его воедино в один могучий кулак в брянске давай ты сюда и ты сюда собираем вперед они будут они будут здесь стоять пока не захватят полностью территорию то есть у меня есть время собрать свои войска воедино и ударить не трогая как говорится войска своих вассалов чисто своим войскам еще оказывается у меня отряд сюда идти хлопцы мои дорогие так сейчас мы захватим уже переослали залезки и практически будет все красиво конечно вот вот это вот территория смотрится не очень но попробуем объявить ему войну так ты чих будешь посмотрим так наука лёгкая пехота обязательно качается и ее у нас много застройки замка так народные обычаи и толерантность терпимость пусть будет так матьяры тоже на моей границе совсем плохо смотрится не очень хорошо их тут неплохо болгария как видите поджала раньше была такая мощная держава сейчас так себе ни о чем я бы сказал ни о чем так что у нас тут собираются эти сколько ну еще будут долго справляться защитники мои так что я думаю здесь еще наемники успеют наверное идти в дверь остыри хотя нет перейдем в колонну а с колонной ударим потому что здесь река нет реки зачем лишний раз давать преимущество своему врагу 12 процентов хорошо так собралось поиска собралось мои родименькие хлопцы пойдемте-ка так вы чудо лохи так ты давай-ка сюда так а ты вот сюда у меня у самого 17 аж пунктов моего императора что побежите не побежали так легкая пехота у меня ну тяжелой пехоты очень много так что ему конец ему конец 99 процентов да вы издеваетесь чуть-чуть не хватило чуть-чуть придется брать полностью и город тоже так выпускаем из тюрьмы своих всяких там ненужных личностей тетки нам в тюрьме не нужны не переходи все эти пусть сидят они помрут ага скатывает принять куда ты Москва да отлично у меня тут как раз наемники тебя встретят друг мой ха-ха не пошел не пошел не пошел москву давайте-ка подкрепим крепим свое войско опачки 3000 человечков попробуй-ка съели да восставшие плевать я хотел на ваше восстание так тут что у нас почти 2000 ну пока не превышает мою армию ну ладно у наследовал так у наследовал чем больше раздробленности тем лучше меньше силы у наших противников будет так ты куда это к москвам к москвам добьем супостата устроили тут пугачевщину воюют 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 наши собственные вассалы это хорошо то пусть что хотят то и делают отлично сто процентов предложить мир главное да отправить в тюрьму с идеи так это наша собственная войска поэтому мы его расформируем так что то с полоском десять из двенадцати и я могу еще себе пару этих вина за полоцк могут можем отлично подтягиваемся сейчас придем вот сюда лучше вот сюда и ударим по войску полоском да вы что вот и довольно таки неплохо территория россии начинает смотреться вот зря они мне тоже не нравятся вот эти вот самоеды зря они наверное в первую очередь потеряют свою территорию да я так думаю это будет ну потом ну что войско подошло но этот бой вы увидите в следующей серии подписывайтесь ставьте лайк пока